Вот эти настройки мы применили, остается только настроить непосредственно линию. Заключительная настройка оборудования и первый в регионе передвижной комплекс фото-видеофиксации нарушений готов к работе. От взгляда камеры не ускользнет ни превышение скорости, ни пересечения сплошной линии. Пока беспристрастную технику установили на одном из самых аварийных участков Иркутска, в районе Ледового центра Байкал. В конце каждого дня комплекс предстоит убирать, а утром он снова будет занимать свой пост. О наличии девайса водителей предупредит специальный знак. Водители реагируют, некоторые положительно реагируют, которые подходят, спрашивают, что за комплекс, для чего он, как, ну и уезжают спокойно. Некоторые агрессивно реагируют. Не считают, что они нарушают правила дорожного движения, двигаются с большой скоростью. Для них это, видимо, в порядке вещей. Внимательные водители на этом участке дороги могут заметить еще одну камеру, правда, уже более привычную стационарную, которая крепится к опоре освещения. Сейчас в Иркутской области работают 136 подобных комплексов, фиксирующих нарушение правил дорожного движения. Стационарный комплекс пока не подключен, он имеет более профилактическую роль, да, составляет, он не выносит постановления. Поэтому рядом был поставлен именно передвижной комплекс для того, чтобы заранее уже снизить аварийность, пока решаются вопросы по техническому подключению данного комплекса. Мобильный комплекс будут применять на разных участках. Места работы техники утверждают в госавтоинспекции. При этом автомобилисты смогут узнать, где в тот или иной день поставили камеру на сайте ГИБДД области. Но, как признаются специалисты одного такого комплекса, для Прибайкаля мало. Приблизительная стоимость вот этого комплекса на сегодня в рамках контракта, который еще не завершен, порядка 4,5 миллионов. Дальше ГИБДД все-таки настаивает на том, чтобы развивать данную систему. И есть уже задача поставлена во вторую очередь развития аппаратно-программного комплекса, еще включить порядка 20 таких комплексов. Вся техника по фиксации нарушений уже доказала свою эффективность. За день с помощью приборов выявляют более 2000 нарушений, да и количество ДТП снижается. Конечно, для того, чтобы аварий на трассах стало меньше, одними камерами и штрафами не обойтись. Важно соблюдать не только скоростной режим, но и абсолютно все правила дорожного движения. Альберт Домнин, при содействии НТС, новости 360 Ангарск.